всем кто смотрит солнечные субботы здравствуйте сегодня очередная 10 минутка юридическая жду алию абдинову она руководителя алматинского фонда каргао и чар который занимается помощью жертвам карательной психиатрии фонд расположен повторюсь в алмате но он помогает людям по всей стране ждем алью алия расскажет о том что еще удалось обнаружить какие еще коварные пункты законопроекте о противодействии семейно-бытовому насилию алия ее фонды сделали ряд запросов в различные ведомства затем по полученным ответом был проведен анализ юристами и сделаны неутешительные выводы поскольку меня алия уже немного посвятила в то что она будет говорить так вот оказалось что система которую готовят для казахстана а вот эта система взята скопирована с германского винтанта многие уже смотрели страшные душераздирающие ролики о том как изымают детей германии причем не надо думать что прерываю свою пламенную речь потому что вижу ждем подключение так вот это коснется не только тех семей которые неблагополучные которые нарожали много детей не знатка до их дети но коснется буквально каждого и мамочки которые раньше смотрели и также бросали кидали камни в многодетных сами оказываясь такой ситуации когда к ним приходит ювеналка забирая детей они говорят что ах как же так а я то не знала я то не думала алия я вас приветствую да здравствуйте здравствуйте пока я установлю телефон алия вас прекрасно видно прекрасно слышно если готовы или мне еще помещать немножко ну в принципе готова да тогда мы вас слушаем у вас очень интересные дополнения и очень важные для нашего общества к чему мы катимся да спасибо всем добрый день мы когда на различных круглых столах встречаемся с оппонентами в том числе при обсуждении рабочей комиссии нам говорят что одной в том числе одной из профилактики профилактики то является увеличение компетенции государственных органов неправительственных организаций по профилактике семейно-бытового насилия но если на первый взгляд посмотреть то можно сказать что это несет благую цель да но как мы видим вообще сам законопроект он не соответствует но по моему мнению не соответствует своему названию то есть называется противодействие семейно-бытовому насилию а если эту обертку открывать то там совсем другая суть сегодня я бы хотела бы остановиться на компетенции молодежных ресурсных центров также компетенции акимата дело в том что к нам в руки на последнем круглом столе который проходила в астане с динар с динарой саджан динара да насколько динара саджан нам из один из представителей немолчай кизет предоставил сравнительную таблицу что это является последней версией таблицы и вот там как раз статье 18 компетенция исполнительных органов в обосновательной части раскрыты получается компетенции этих органов в частности я бы хотела сделать такую параллель для того чтобы было понятно ну то есть как чтобы понять как что-то будет работать давайте посмотрим как это работает в других странах там где уже такая система существует и к чему это привела да то есть для того чтобы такой сравнительный анализ сделать так вот мы мы сделали сравнительный анализ то есть один из членов нашей команды сделал такой сравнительный анализ а именно оказывается у нас в этом законопроекте создается уполномоченным по делам семьи компетенция уполномоченного по делам семьи передается министерство информации возникает вопрос причем здесь министерство информации и семья также то есть как будто но ощущение что это ну это совсем другое вы как бы занимаетесь сми до этой областью но как оказалось как оказалось под под министерством информации находится 209 молодежных ресурсных центров а они созданы по всей республике казахстан еще с 2011 года знаете вот я наблюдаю за многими проектами которые это или же там метадон до внедрения синтетического наркотика казахстане происходит каким образом отдельные элементы внедряются первоначально вот эта инфраструктура готовится и каждая вот этот элемент этой инфраструктуры он не подозревает для какой цели он существует то есть конечная цель его будет какова и каждая каждая вот такая элемент этой инфраструктуры они думают что делает благое дело но если посмотреть в чем плохого в том что анастаси меня было слышно аль я я извиняюсь все перерыв был можно еще раз хорошо последние фразы как на чем мы остановились там что все думают что делают благое дело но да реально да то есть создается отдельные получаются элементы инфраструктуры например вот этот в чем плохого в том что молодежный ресурсный центр существует также она как бы создана для того чтобы заниматься нашей молодежи хорошая цель и они тоже с 2011 года с момента как они созданы тоже не подозревали для чего они были созданы так же как когда психолога в школы внедрили они не понимали для чего они школы внедрены были когда вот этот превенцию суицида запустили они такие оказывается мы для этого существует то есть первоначально за за годя за много лет создается вот такие вот инфраструктуры потом еще раз алия еще раз эту мысль повторите вот то что люди не понимают для чего каждый элемент да то есть вот этот каждый элемент это вот это общей инфраструктуры они не понимают для чего я так думаю для чего они созданы им показывается только их вот цель вы должны заниматься например молодежи или же вот этот телефон триоднерки да который еще создавался в 2016 году насколько я знаю и потом его закрыли и сейчас его опять активно начали тоже как как бы казалось бы благая цель но и что что есть телефон доверия триоднерки да что может ребенок молодежь или кто-то может позвонить и получить квалифицированную какую-то юридическую психологическую помощь тоже казалось бы что в этом плохого но теперь когда вот такие отдельные инфраструктуры создаются потом спусковым крючком является вот это как какой-нибудь закон например по превенции суициды это был кодекса здоровья народа да сейчас его официально запустили эту программу конечный ток которого подсаживание детей на психотропные препараты здесь здесь то же самое сейчас спусковой крючок для того чтобы вот эти все отдельные элементы которые были внедрены ранее они могут заработать когда этот закон примут то есть он уже на законном порядке и для того чтобы это заработало также создаются пилотные проекты например туркистанской области как нам стало недавно известно пилотный проект этого законопроекта был создан но тут же законно ли работает этот пилотный проект и спрашивали ли разрешение у этих людей туркистанской области что над ними проводят эти опыты вот теперь возвращаемся к молодежным ресурсным центром по этому законопроекту как я сказала да что это министерство информации под ним 209 молодежных ресурсных центров теперь статью 18 которая нам попала вот новая таблица и вот и новая таблица которую нам немалчики зад выдал там говорится о том что теперь будут в эти молодежные ресурсные центры также будут передаваться функции центра адаптации несовершеннолетних из образования будут забираться и то есть из акимата функцию органа опеки попечительства и также создание кризисных центров в том числе и так как молодежные ресурсные центры действуют сейчас по всему казахстан в том числе в каких-то в отдаленных селах они тоже будут создавать получается такие вот кризисные центры али я секунду прерву сейчас вот эти молодежные ресурсные центры по факту мы знаем что представляют собой нечто я прошу прощения но на мой взгляд мое личное мнение нечто несуразное непонятно чем они занимаются вообще для чего они я хочу вот я вам зачитаю сейчас да я как поняла вот тоже психологи долгое время не понимали для чего они в школах сидят также здесь тоже самое вот одна из членов нашей команды ну то есть у нас вот граждане мы собрались да вот одна из наших членов команды сделала такой сравнительный анализ вот давайте вот сравним югентамт это ведомство по делам молодежи в германии и вот молодежный ресурсный центр если посмотреть обязанности югентамта обеспечивает наличие подведомственном регионе кружков секции молодежных организаций молодежный ресурсный центр организует обучающие курсы кружки клубы для молодежной молодежи и многое другое то есть даже понимаете формулировки очень схожие идут где-то здесь сделали около семи сравнительной аналитики по семи обязанностям югентамта это молодежный молодежное ведомство германии и наши все эти семь оно совпадает но единственного то девушка которая делает этот сравнительный анализ она говорила алья единственная разница в том что наши молодежные ресурсные центры не могут изымать детей или же давать команду вас для того чтобы изъятие семьи но если смотреть статью 18 обосновательной части к этому законопроекту то получается сейчас эти полномочия передаются в том числе то есть сейчас вот это завершающий штрих она уже появилась в этом законопроекте то есть это идет переформатирование нашего государства то есть из органа опеки победительства передаются функции вот этот центр адаптации несовершеннолетних куда вот изъятых детей будут девать это тоже не функции передаются то есть вот этот заключительно последний штрих он получается нашел отражение в этом законопроекте поэтому вот это пугает а если посмотрим на тот же югентамт германии как она работает как она работает работает она таким образом например будут звонить на этот телефон на телефон доверия например аналогичных такой как у нас три однерки ребенок там любой жалобой ну например телефон не купил да у нас вы вы знаете какие у нас размытые формулировки насилия то есть насильником ты можешь стать даже если ты не купил телефон там своей жене своему ребенку или еще кому-то да то есть члены семьи то в этом случае ребенок звонит жалуется то тогда югентамт югентамт одним звонком подключает ювенальную полицию звонит ювенальная полиция по одному звонку то есть человек не совершил никакого преступления просто приезжают домой и изымают ребенка помещают временные центры содержания дальнейшем уже распределяют их по приемным семьям пока там родитель будет доказывать что нет на самом деле я телефон хотел купить ну к примеру я там утрирую да этот пример но хотя давайте даже не буду утрировать в германии в германии лишили родительских прав изъяли детей по звонку соседей что якобы в этой семье холодильник ну то есть у них к семье грязно там восемь детей или пятеро детей было и югентамту такой звонок анонимно от соседа поступает это реальный случай приезжает полиция изымает всех детей кроме грудного ребенка потому что он на грудном скармливании на изымают открывают холодильник видит там заплесневелое варенье хотя дом дом чистый и забирают вот этих вот детей дети плачут они хотят к родителям детей поместили временные вот такие как наши центры адаптации потом их распределили по приемным семьям и всем пятерым детям был поставлен одинаковый психиатрический диагноз построматический стресс и приемных семьях этим детям давали психотропные препараты пока родители там бегали судились то есть это реальные кейсы и вот и также мы я по проекту методон когда у нас легализовали синтетический наркотик мы нашими союзниками в том числе была православная церковь и когда мы ходили православную церковь ко мне подходила одна женщина и плакала она говорила мы переехали в германию мы переехали в германию по звонку соседи у меня четверых детей отняли а меня отправили я тогда не понимала как это и у нас сейчас в этом законопроекте тоже есть на психокоррекцию и отправили психиатрическую больницу и она говорит я сбежала мне родственники помогли сбежать я говорит мне остается только молиться я каждый день прихожу православную церковь и молюсь чтобы мне моих детей вернули я тогда не понимала она горит помогите мне а я так а я не знаю как но она в тот момент я не знала как помочь и я вот эту всю эту систему не понимала теперь я понимаю как как это работает или тот же пример из югентам то эта девушка я этот пример неоднократно привожу когда дважды опоздали в школу у нас помимо законопроекта противодействия семейно-бытовому насилию у болиевы рассматривается закон о правах детях рассматривается кодекс о браке и семей и другие законопроекты и вот там есть такое как нарушение устава школы есть в обязанности родителя вменено а если злостное неисполнение обязанности родителей согласно кодекс о браке семьи это тоже влечет лишение родительских прав так вот вот эту девушку германии это тоже из нашего казахстана девушка они еще в конце девяностых переехали германию она говорит мы несколько раз опоздали в школу и мне психолог говорит почему вы опаздываете школу я такая ну проспали они такие ага значит вы поздно ложитесь и и она мне потом приносила методичку югентам то где говорилось что одно из отчетчающих обстоятельств это является если мать-одиночка она была матерь-одиночка была разведена на тот момент и к ней представили социального работника который должен был с ней жить в ее квартире учить как ее жить а если мы посмотрим в обосновательную часть статьи 18 нашего законопроекта там тоже есть службы сопровождения социальные работники которые будут мониторить и сопровождать семью а там сопровождение происходит что просто социальные работники приходят заселяются и живут и потом эту маму лишали родительских прав за то что несколько раз опоздали школу за то что она мать-одиночка и суде она говорит я стояла одна у меня денег не было нанять адвоката там адвокатские услуги дорогие а за моим ребенком семилетним стоял соцработник школьный психолог из югентам то представители югентам то ювенальный прокурор и ювенальный полицейский то есть за ним стояла толпа и они судились против меня против собственной матери и она ее лишили родительских прав направили ее на психокоррекционную программу психиатрию в том числе и ребенка и она после суда даже домой не заехал она просто уехала с германии суда в казахстан и по сути она сбежала награде если я пересеку щенгеновскую зону то я буду считаться что я украла ребенка по сути она вытащила она вытащила она забрала вот после судебного процесса к ней друзья тоже с постсоветского пространства которые столкнулись с этой системой у которых ребенка забрали они три года судились 30 тысяч евро потратили на суды а ребенок по приемным семьям кочевал они через три года трехлетним девочку там забрали и через когда ребенка 6 лет было они отсудили свою девочку наконец обратно я а девочка уже была накачана психотропными препаратами и куча психиатрических диагнозов и и овощи они забрали и вот эти друзья к ней позвонили и сказали если ты не хочешь повторить судьбу нашей девочки чтобы твой ребенок таким же овощем стал вали из стороны мы тебе поможем они тут же деньгами помогают и она не заезжая домой на грязи ты заедешь домой то тебя там уже ждут она не заезжая домой в аэропорт оттуда в чем была вместе они они улетели сюда казахстан и казахстане она много лет пряталась я сейчас к сожалению не могу найти потому что на соцсетях пряталась потому что но за ней могли этот югентам следить до отслеживать потому что если она шенгенскую зону пересечет то тогда это будет считаться что она украла чужого ребенка потому что по суду юридически она уже не имела прав на этого ребенка поэтому она и она мне приносила вот эту методичку югентам то на немецком языке и вот что получается у них получилось и мы наши вот юристы которые тоже смотрели этот законопроект они говорят ощущение что это германский это германский законопроект и вот одна из лоббистов этого законопроекта салтанат пархатовна когда звонила активистам активисты записывали этот разговор она тоже она тоже говорила мы ездили в германию и обучались то есть понимаете там это вот таким катастрофическим последствиям привело там 2014 году был написан книга черный югентамт похищение детей узаконенный киднеппинг там много тысяч детей незаконно изымаются из семьи по вот этим размытым формулировкам насилия по одному звонку только даже по анонимному звонку в этом законопроекте кстати в новой таблице предусмотрена в том числе и анонимная анонимный звонок но самое интересное на статье в той же статье 18 при акиматов будут создаваться я сейчас прям вам зачитаю что будет создаваться сейчас вот это называется группа оперативного реагирования группа оперативного реагирования но они будут создаваться из граждан а представитель государственных органов и они будут поощряться финансово и здесь написано то есть законом и местным бюджетом уже регламентировано привлечение граждан и их поощрение то есть момент они будут то что за звонок будут поощряться или за то что они будут там сидеть у них будет кабинет и будут платить нет нет то есть насколько я поняла это будет сообщает ставшую им известным информацию выполномоченные органы за за то что за звонок за то есть законом и местным бюджетом уже рекламентировано привлечение граждан и их поощрение то есть мое мнение стукачество это будет еще и поощряться финансово то есть уже местным бюджетом я думаю что по этому поводу нам нужно будет запрос как хотя нам же помните при рабочей комиссии нам говорилось что вообще никакого бюджета этот законопроект не требует оказывается местным бюджетом уже это предусмотрено у этого законопроекта кстати нету экономического обоснования потому что нам говорят что якобы экономического основания нет но хотя мы вот сейчас читаем там требуется экономить финансы здесь требуется финансы и оказывается еще за стукачество но это ну я так грубо называю но я думаю что это суть передает за это еще будет поощрение предусматривать правильно говорить будут разводить крыс среди нас не людей а сущности с крысиной душой да и я согласна да с вами и получается вот видите я только сейчас затрагиваю только компетенцию одного органа я думаю анастасия я еще буду делать аналитику в том числе компетенцию правительства на соответствии с конституцией что почему одним каким-то законопроектом да одним законом пытаются переформатировать у нас деятельность госорганов по сути меняется государственный строй то есть вот давайте посмотрим да когда закон принимается когда есть сложившиеся отношения какие-то да к примеру у нас какие сложились отношения для того чтобы принимать такой законопроект то есть это настолько значит вот эти международные лоббисты да как я думаю что это все равно так как это в один в один и российским и белорусским схожи это законодательство что это международная организация двигать значит они считают что у нас семья это опасное место значит считают что семья это самое с это как пытаются нам в голову вбить что семьи лучше не создавать потому что это опасное место если даже статистику официально посмотреть вот кто-то из нашей команды вот дело там это 0.01 процент то есть это не такой массовый характер носит для того чтобы для регулирования семейных отношений для вмешательства в дела семи принимать такой закон если посмотреть на эти компетенции ощущение такое что наши казахстанские семьи считают какими-то недееспособным элементом которым необходимо сопровождать стукачить сопровождать этими социальными работниками и и получается лишать родительских прав легко получается да то есть получается так и при том ладно если бы этот законопроект действительно был бы направлен на как на решение вопроса семейно-бытового насилия но нет же если мы посмотрим те же формулировки насилия они же размытые плюс у нам как оказалось еще добавили пятый вот вид насилие да в том числе бедность психические заболевания это тоже будет являться своего рода насилием что ли то есть бедность это тоже насилие бедно понимаете да то есть у нас когда вот этот законопроект для нашего народа показывать его показывает каким образом а происходит насилие прибили убили прибили убили это уголовная административная ответственность а то что человек не может купить купить квартиру или же купить в достаточной мере все например продукты да а или же не купил телефон экономическое насилие да это подпадает под такой или накричал на ребенка чтобы он сделал уроки это психологическое насилие то есть за как насильником может стать любой по этому законопроекту и вот такие вот суровые меры и любой государственный орган будет вмешиваться в дела семьи поэтому поэтому анастасия я думаю что нужно нам продолжать просвещать народ я со своей стороны у этот сравнительная таблица на мне в руки попала всего два-три дня я еще сделаю более углубленный анализ по компетенциям по всех по всех органов и уже более такой развернутый ответ да потому что мы по умин труда сделали запрос и мы говорим каким образом вы будете мониторить каким образом будете выявлять семей вы что будете домой приходить холодильники проверять и как вы будете сопровождать какие методички выдайте министерство труда у них этого еще нет буквально вчера я получила ответ от министерства здравоохранения я им говорю дайте нам аналог аналог или же сам психокоррекционные программы потому что в туркестане вы его его уже применяете на что нам был получен ответ он еще не разработан понимаете то есть то есть закон собираются принять при этом вот эти сети методички да по которым это вот эти психокоррекционные программы по которым нас всех собираются лечить медикаментозно вот это все не разработано то есть это все в таком сыром виде и вот эти дубли и я я делала анализ по первоначальному законопроекту вот эти все практически все компетенции госорганов они являются дублирующими то есть какую-то солянку сделали из разных законов которые регулируют деятельность этих органов они просто сделали одну сборную солянку а согласно закону они нормативно правовых актах дублирующие нормы непозволительны а тут получается плевали на нас действующий закон и принимают такое параллельное законодательство при том когда что еще я хотела акцентировать на внимание на том что когда вот так будет человек признан насильником без суда следствия да там например телефон не купил то в этом случае нету презумпции невиновности это не будет доказываться судом да что человек действительно является ли насильником или нет нету доказательственной базы чтобы собрать что действительно там купил не купил телефон ударил не ударил да там среднее легкое то есть ребенка ребенка согласно 35 36 статьи будут изымать получается в легкую то есть вот о чем этот законопроект алия я хочу добавить наша карагандинская активистка юрковская тоже изучала этот вопрос и по поводу того какие фонды предоставляют гранты что за деятельность ведут здесь фонды международные я имею ввиду иностранные и она нашла информацию по поводу опросов которые сейчас начались среди родителей ну они уже идут продолжительное время в том числе спрашивают какие кружки вот у меня например спрашивают эти кружки посещает мой ребенок то есть зачем им эта информация какие на какие кружки он ходит и вот юрковская говорит что есть сведения о том что выясняют ходит ли ребенок на оплатное дополнительное образование и получается если он не ходит на платное дополнительное образование то значит семья недостаточно богата для того чтобы содержать детей то есть опять работает этот порочный принцип нету денег не рожай вот вот это хотела добавить еще второй момент по поводу германии действительно вот поводу группы лоббистов и вот в том числе болиевой госпожи болиевой создается создаются по всей стране структуры которые ее поддерживают и эти люди проходят к сожалению как депутаты так вот у них в их повестке в их предвыборной программе один из пунктов это борьба за права детей за уничтожение насилия над детьми вот такое вот все благообразное за что все люди будут их поддерживать и там один такой момент звучит что мы пригласим следующем году ну то есть в этом специалистов из германии чтобы они нас научили как в школах исключать буллинг травлю буллинг травлю одно и одно и то же как как сократить вот это вот насилие над детьми то есть нас этому должны учить учить люди из германии по их мнению а в германии действует и гентант то есть по то есть мы должны понимать к чему это все приведет отсутствие допустим пластных кружков и вот эти консультации западных в данном случае германских немецких кураторов поэтому алия спасибо что вы провели анализ что просвещаете мы сохраним эфир будем его распространять то есть вот это сейчас реальная угроза то есть мы видим что те у кого есть ресурсы они откровенно занимают позицию против детей скажем откровенно да согласна согласна меня вот столько племянников и я знаю наш казахский народ мы очень гостеприимны и я видела потом уже как ли когда вот эта легализация наркотика метадон у нас казахстане проходила это же всего как я согласна с вами это же все приводится под благовидным предлогом говорится что мы там помогаем вам и народу показывает только вот этот положительный момент но это знаете как в лицо улыбаться а за спиной держать нож или же подсластить а на самом деле за за этим стоит яд то есть то же самое сейчас вот этот закон о семейно-бытовом насилии внедряется у нас вот таким вот образом показывается что как будто на самом деле будут бороться с насилием в семье а на самом деле он полностью направлен просто для на на разрушение семьи и на легкое изъятие детей своего рода как узаконенный киднеппинг и наш казахский народ он очень добрый и очень гостеприимный я когда ездила и когда ну по тому же метадон поводой когда вот на круглых столах эти международные организации или из наших государственных органов это или такие депутаты как болива начинают про это говорить только одну сторону показывая вот эту подслащенную часть или вот благовидный вот этот предлог наш народ ну а думать ну действительно нас не будут же эти люди нам обманывать возможно что где это действительно благое дело и а когда сковырнешь и посмотришь вот тогда и увидишь разрушительную цель как я говорила все понимаете что как если вот это все примут да то мы увидим вот эту разрушительную цель через некоторое время уже на практике а мне не хотелось бы чтобы мы это испытывали на себе вот то же самое прошлом году 2 февраля когда мы 30 января круглый стол проводили по поводу кодекса о здоровье народа я тогда говорила что охрана психического здоровья статья 90 на тот момент это было 95 статья 91 я говорила что это приведет к массовому психиатрическому психологическим тестам школах психологов будут использовать как агентов психиатрии и вот этих детей потом будут направлять но это и есть псих диагностика потом будут направлять на психотропные препараты тогда это казалось что это не так кодекс сейчас принят и сейчас дайрект поступает очень много нашим активистам сообщения что эти психиатрические тесты уже проходят благо пока психотропы не дают потому что мы сейчас просвещаем и родители не отказывается от этих психологических тестов а как вы знаете что на в сша например вот 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 псих диагностика в школах и детских садах она работает в совокупности с таким законопроектом как семейно-бытовом насилии потому что как родителя заставить когда он будет видеть что его ребенок погибает от психотропных препаратов и когда он будет отказываться как его заставить это аналогично законопроект о семейно-бытовом насилии потому что вот пятый вид насилия там говорится что если родитель не оказывает медицинских услуг своему ребенку если ребенку школе будет поставлен психиатрический диагноз гиперактивность он не будет давать ему препараты то тогда такой законопроект семейно-бытового насилия по размытым формулировкам заставит 2018 году в германии ребенка семья пятеро детей это был громкое политическое дело в том числе в россии политическое убежище попросили ребенка был поставлен школе гиперактивность родители отказались давать они проконсультировали с другими врачами они сказали нет эти препараты приведут к такому изъяли всех читам насколько помню четверо было детей по аналогичному законопроекту югентам то алло и все всех детей изъяли и конечными того этот сын и умер от этих препаратов понимаете то есть вот это это своего рода как кнут это недостающаяся часть мое мнение такое недостающая часть вот этого кодекса о здоровье народа потому что там была статья 152 которая позволяла легко изымать детей и семьи но мы эту статью на мы все активисты общими силами мы эту статью отбили и сейчас эти же статьи появляются вот здесь но сейчас нам говорят 35 и 36 отбивая но мы не будем забывать что у болиева рассматривается закон о правах детей кодекс о браке семье оттуда активистов и юристов от народа не допускают возможно они найдут отражение там то есть понимаете вот эти три законопроекта это взаимосвязаны то есть нам помимо законопроекта противодействия семейно-бытовому насилию нужно еще обратить внимание на два законопроекта которые рассматриваются болиевой я не хочу чтобы наша страна наши дети проходили тот порочный путь который прошли те страны которые как передовые свой опыт пытаются внедрить у нас еще еще есть информация по поводу того что соцработником будет повышена зарплата и то есть вот эти люди которые будут там работать им будет очень хорошо их купят их купят и они просто продадут себя и продадут вместе с собой нас да кстати согласна с вами да согласна с вами мне я по этому поводу тоже хочу сделать а нет у меня даже есть ответ от мин труда официально то есть я теперь могу об этом ссылаться и говорить про это у нас сейчас юнисеф дает оплачивает обучение социальных работников насколько мне известно где-то 14 тысяч социальных работников было обучено у нас в октябре месяце то есть я так думаю что вот эти как я говорила отдельно элементы готовятся в том числе у нас сейчас рассматривается социальный кодекс собирается предложение мы пока не знаем что в этом социальном кодексе будет возможно это будет тоже элементы вот это семейно-бытового насилия потому что большую роль в этом будут играть в том числе социальные работники они же будут сопровождать семьи и если не дай бог так же будут жить как в швеции в германии вместе семьей и смотреть как они воспитывают как там они режут хлеб там но я почему прорежут хлеб там было что соцработник горел он тонко режет хлеб они толстые я не хотелось бы чтобы мы до такого маразма доходили конечно хорошо если он будет смотреть как мы режем хлеб а не за тем что мы ограничиваем ребенка в каких-то нечестивых поступках если ребенок будет смотреть порно сайты и и захочет изменить свой пол да родитель будет его воспитывать и воспитательные беседы говорить что это вообще так делать нельзя тут вмешается этот самый соцработник который получил прошел обучение в юнисеф да а в просвещенных же в цивилизованных странах там как что дети имеют право сменить пол а родители не должны этому мешать вот пусть тогда он лучше уже учит как мазать масло да чтобы дядя федор правильно бутерброд ел да но не то как пол менять но предпосылки то в этом законопроекте для смены пола тоже заложены тоже сексуальность да сексуальное насилие вот это половая свобода что означает половая свобода семье половая свобода супруги с друг другом это вот помните вегове запускали что должны друг у друга супруги согласия брать через егов я думаю что это не зря эту информацию запустили у нас в казнете да потому что это готовят экономическая насилие сексуальное насилие половая свобода какая может быть половая свобода у супругов они подписав свидетельство о браке уже дали согласие что мы будем грубо говоря спать друг с другом также а половая свобода по поводу детей ребенок говорит я свободен выбирать пол и в том же и в этом же законопроекте статьи 15 в компетенции сми сми да там об этом как раз тамара николаевна говорит там говорится гендерное равенство если мы посмотрим предпосылку к этому законопроекту это является стамбульская конвенция в стамбульской конвенции потому что многие нормы мы сравнивали очень похоже и взяты из стамбульской конвенции несмотря на то что она у нас не ратифицирована там понятие гендерного равенства тоже говорится про что как человек сам себя определил вот я себя на данный момент я не чувствую себя женщина я муж муж мужчина или я не мужчина женщина вот это что такое гендерное равенство по стамбульской конвенции а эта идея уже закладывается от стамбульской конвенции между прочим многие страны отказывались и именно из-за понятия гендерного равенства у нас не ратифицировав получается эту конвенцию тем не менее эти нормы закладывают у нас а потом и до ратификации один шаг получается и как как в том числе и российские общественники говорят вот этот законопроект семейно-бутового насилия но в том числе как первый кирпичик для узаконения лгбт потом и первой редакции этого же законопроекта статье 1 члены 7 говорилось люди не зарегистрированном браке проживающий который полностью противоречит нашему кодексу о браке семье то есть если не зарегистрированы на брак это тоже могут признавать однополые то есть ну тут есть такие много таких норм это которые знаете своего рода как уже линию обозначают пунктиру уже проставляет для того чтобы выше говорили по поводу смены пола да и потом родитель будет как на западе они ребенок со школы ему промывают мозги этим секс просветом он приходит домой и говорит я теперь не мальчика девочка а родители вернет нет ты мальчик то это будут тоже как сексуальное насилие над ребенком потому что покушается на половую свободу на определение на его гендер на его гендерство то есть очень опасно законопроект конечно да по поводу гендера можно еще много рассуждать потому что когда ребенок начинает гендерный переход и принимает гормоны принимают не знаю что они там принимают вещества для кастрации химической по сути они принимают для чтобы задерживался пубертатный период и потом в итоге не перейдя до конца они то ли мальчик то ли девочка нечто средне а им заявляют что вообще гендера не два и не три а очень много и если ты на половину лошадь на половину верблюд да то это все нормально с тобой и вот вот это вот новая нормальность очень сильно пугать но этому уже не в ту тему конечно пошли алия давайте наверное завершать это можно говорить очень долго потому что это это будет это будет просто перформатирование всего как у нас была заявлена тема всего государства всего общества переформатирование мозгов вот нам это надо нет нам это не надо мы в своем уме пребываем и собираемся оставаться в своем уме согласно алия благодарю завершаем спасибо спасибо анастасия всем спасибо что послушали хорошо да всем спасибо до свидания до свидания